Всем привет, друзья! С вами НС, и это Полная Контра, выпуск второй. Поехали! Во втором выпуске я хотел бы поговорить о том, как контрить Бладсикера. Бладсикер является очень популярным героем, при этом процент его побед тоже внушает, практически 54%. Это говорит о силе героя и о том, что далеко не все знают, как с ним бороться. И с этим я предлагаю разобраться сегодня. Главное правило против Бладсикера — это не пикать лесников, которые теряют ХП, фармя лес. То есть исключите Лайфстилера, Легион Коммандера, Акса и Врейс Кинга. На это есть две причины. Первая причина — это тот факт, что когда вы теряете здоровье, Бладсикер получает дополнительную скорость передвижения и урон от своей пассивки. Таким образом он становится очень сильным на линии. Бегая, например, Найксом в лесу со 100 хитпоинтами, не задавайтесь потом вопросом, каким образом Бладсикер убивает людей на карте. Таким образом и убивает, что вы дарите ему кучу бесплатного урона и скорости. Второй причиной является то, что фармя на маленьком количестве ХП, вы становитесь видны противнику. Таким образом вас очень легко убить даже без вардов. Но даже если вы не лесник и лесника в вашей команде нет, все равно старайтесь не бегать по карте с маленьким количеством хитпоинтов. Не жалейте лечения, пейте фласки и кушайте танго при первой необходимости. Если потеряли много хитпоинтов, то не стесняйтесь делать телепорт к фонтану и восполнить здоровье. В противном случае Бладсикер может выйти из-под контроля очень быстро. Немного разобравшись с сильными сторонами Бладсикера, давайте теперь перейдем к слабым и подберем оптимальных героев, которыми проще всего против него играть. При выборе героя помните, что Бладсикер — это много физического урона, также чистый урон с ультимейта и сайленс. Поэтому лучше отказаться от большинства тонких кастеров, особенно на саппорт позиции. Также не стоит брать героев с блинками. Блинки не спасают от ультимейта Бладсикера и скорее идут во вред тем, кто их использует. Мидеры, которыми проще всего играть против Бладсикера — это Тинкер, Зец, Лешрак и Ивен Рейнджер. Тинкер — очень хорошая банацея из-за своего лазера, который накладывает на противника промахи. Бладсикер, который не может бить — слабый противник. По этой же причине хороша Ивен Рейнджер. Пока Бладсикер не купит МКБ, против нее бороться он не сможет. Лешрак — бесконтактный боец, он почти никогда не теряет здоровье, стоя в меду, поэтому не дает Бладсикеру бонусов от его пассивки. К тому же Лешрак в драке выжигает милишного Бладсикера на корню, пока тот не купит БКБ. Зевс хорош все тем же, что Лешрак — он фармит бесконтактно, а значит не теряет жизни. Еще одна причина взять Зевса — не дать его противнику, так как комбинация Бладсикер-Зевс крайне сильна. Все четверо также отлично состоят в миде против самого Бладсикера, если он захотел прийти в мид. Еще неплохими вариантами в мид могут стать Вайпер, Варлок, Ландруид и Инвокер. Стараемся избегать достаточно популярных мидеров, таких как Вин оф Пейн, Пак Шадоу Финт и Лилина, то есть достаточно дохлых и контактных мидеров. Если мы находимся на позиции Кэрри, то лучшие варианты — это бронелобные персонажи, такие как Лондруид, Кентавр, Слардар или Урса. Главное — это иметь побольше жизни, чтобы не так сильно напрягаться от ультимейта Сикера. К тому же эти персонажи способны побеждать Бладсикера в стычках один на один, что очень важно. Слардар очень хорош своим ультимейтом, так как у Бладсикера достаточно маленькое количество врожденной защиты. К тому же на Бладсикере достаточно популярным предметом является Шадоу Блейд. Ульт Слардара Шадоу Блейд контрит полностью. Другим прекрасным выбором Кэрри против Бладсикера являются иллюзионисты. Нага, Лансер или Хаус Найт все очень хороши. Нага, кстати говоря, особенно хороша благодаря своей сетке. Сетка работает даже на БКБ, таким образом Сикер может оказаться обезвиженным на очень долгое время. Еще крайне неплохим персонажем является Воид, но исключительно из-за своего купола. Каким бы быстрым и сильным ни был Бладсикер, в куполе он замирает, как и все остальные, а значит становится совершенно не опасным. Так как Воид милишник и очень контактный милишник, в купол его поймать не составляет особых проблем. Напрочь откажитесь от дохлых Кэрри и Кэрри инвизоров, которые, впрочем, как раз таки все очень дохлые. То есть Риккимару, Бонфлетчер, Вивер идут лесом. Инвиз не будет спасать, так как Сикер видит побитых юнитов даже в инвизе. Особенные моратории вводятся на пике Сларка и Мипа. Бладсикер получает бонус к урону и скорости передвижения от каждого побитого мипаря. А Сларк не может регениться с малым количеством ХП из-за пассивки Сикера. Переходим к саппортам. Правильные саппорты часто являются костью в горле у любого Кэрри. Бладсикер тут не исключение. Лучшими саппортами, которые мешают Сикеру жить, являются те, которые могут спасать своих союзников от гибели. Это Шадоу Демон, Даззл, Омни Найт, Абадон и Тускар. Каждый из них может подлечить или засейвить союзника. Даззл, Омни и Абадон также хороши тем, что абсолютно всю игру лечат тиммейтов. А значит, вражеский Сикер будет гораздо реже получать бонусы с пассивки. Шадоу Демон также очень неплох своим ультимейтам. Как бы быстро не разогнался Сикер, ультимейт Шадоу Демона снизит его скорость передвижения очень серьезно. Тускар может хоть всю свою команду спрятать шарик от огромного АОЕ Сайленса Бладсикера. Также может помочь союзнику на долгое время спастись от ультимейта Сикера. Ультимейт Сикера в шаре не работает. Если вы не хотите играть этими персонажами, то вот вам еще список вполне достойных вариантов. Энигма, Бэйн, Бистмастер, Винтер Вайверн или Апарэйшн. Первые четыре могут остановить Бладсикера даже в БКБ при помощи своих ультимейтов. Что касается Апарэйшна, то он при помощи своего ультимейта может не дать Бладсикеру лечиться за счет убийства крипов и героев в драке. Старайтесь избегать саппортов типа Копла, Скаймага, Дизраптора, Кристалмейден и подобных. Они не делают Бладсикеру решительно ничего. Может быть они и способны слегка подпортить ему жизнь, пока он не купил БКБ, но после покупки БКБ на Бладсикере они становятся просто едой для него. Что касается покупки предметов, то в общем-то не существует артефактов, которые контрят Бладсикера полностью. Однако старайтесь все-таки закупать больше предметов на ХП. Обязательно озаботьтесь покупкой Мекки, так как чем здоровее ваша команда, тем слабже вражеский Бладсикер. Ну и естественно крайне хороши госскептеры на саппортах, а также рота фотос на любом из героев. Потому что замедлять Бладсикера как-то все-таки нужно. Ну и последний, крайне важный момент. Абсолютно всегда носите свиток телепортации в своем рюкзаке. Бладсикер, гангующий вас в одиночку, абсолютно ничего не может сделать с тем, что вы просто нажмете ТП на базу. Сбивать ТП он не умеет, разве что не купил Башер или Иул. Но эти предметы ему еще купить надо. И как правило первыми их никто не покупает. Ну вот Бладсикеру и полная контра. До следующего выпуска, ребят. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok